На изображениях памятник Ерофею Хабарову в Хабаровске и карта с маршрутом Ерофея Хабарова. Тема 3 в 1. Основной текст из книги о Ерофее Хабарове. Во Сибирской, во Украине, в Адаурской стороне, в Даурской стороне она славна на Амуре реке. Из казачьей песни времен Ерофея Хабарова, в честь которого назван Хабаровск. Полный текст песни по ссылкам на источники. Народная песнь во Сибирской Украине и вторая ссылка во Сибирской, во Украине. Если кого-то смутило, что слово Украина с маленькой буквы, да еще в Сибири, словом Украина на Руси обозначались уезды страны, где бы они ни находились, на севере или на юге Руси. К примеру, еще один текст на эту же тему. 1632 год. Земский собор поддержал решение царя Михаила Федоровича и вскоре после этого был объявлен сбор армии. Множество казаков и боярских детей оставили Южная Украина, чтобы встать под знамена воеводы Шейна, сократив гарнизоны крепости. Этим воспользовались крымские ханы и совершили стремительный набег на южные уезды Руси. Это отрывок из книги «Проклятие Красной Стены» автор Алексей Витаков. Кому-то подобный факт окажется не по нраву, но это факт. Такова была действительность, и обижаться на факт глупо. Что было, то было. За стенами Кремля ярко аля лазаря, предвещая наступление буднего дня. Как испокон веков он начинался в Москве бесконечной и суетной беготнью, в которую с каждым часом все сильнее вплеталась разноголосица многотысячного человеческого хора. «Господи, прости грехи мои тяжкие!» – перекрестил Петернёй невольный зевок Алексей Михайлович, царь и великий князь Сияруси. «Спаси и сохрани смиренного раба Твоего, Господи! Убереги меня и державу от бед и несчастья!» Выглянув из окна опочивальни, государь увидел уже совсем не тот город, который достался ему в наследство от отца. Михаил Фёдорович был первым в династии Романовых и не раз рассказывал любимому сыну об унижении российском во времена смоты. «Не быть подобному никогда более!» – решил тогда царственный мальчуган, сидя на отцовских коленях. «Править буду так, чтобы все мною гордились и любили!» Хотя Алексея Михайловича и прозвали в народе тишайшим, однако любили далеко не все. Да, настоящий российский правитель и не может быть всем по душе и сердцу. Ныне в столице всюду чувствовалось неспокойное дыхание Запада. В очередной раз пытавшегося взять вверх, над всегда пугавшей его витиеватой византийшиной Третьего Рима. «Все больше у нас заморских гостей!» – подумал великий князь, подставляя для одевания свое холеное тело. «Манят их богатства наши – леса да меха, лен и пеньга, моржовая кость да ворвань, мед и воск, и несчасть всего!» Едва успев выйти из опочивальни, Алексей Михайлович почти столкнулся с высоким мужчиной, склонившимся перед ним в почтительном поклоне. Это был Федор Михайлович Ртищев, недавно получивший чин постельничего. Он происходил из славного дворянского рода, всегда верой и правдой служившего державе. Но незнатностью фамилию полюбился Федор Михайлович молодому государю, а острым умом своим, беззаветной честностью и личной преданностью. Посему постельничный постепенно стал не только дворцовым приближенным своего монарха, но его лучшим другом и единомышленником. «На денежный двор сегодня поедем», – многозначительно сказал Алексей Михайлович. «Увидишь, но не, как из ефимок российскую деньгу бьют». Хотя он еще недолго занимался делами и державными, однако задумал весьма прибыльную для государства денежную реформу. По замыслу государя, из разрубленного в четверо европейского иохимсталера, фактически равного половине рубля, чеканили четыре полуполтина. Выйдя из царских палат в сопровождении свиты государевой, Алексей Михайлович и Ртищев сели в роскошную колымагу. Четверка горячих красавцев-жеребцов, запряженных в нее, нетерпеливо били копытами, зло фыркали и поводили глазами. «Поехали, что ли?» – приказал кучер-утешайший, откидываясь на мягкие подушки. «Чай на денежном дворе, мастера нас уже заждались». Еще мгновение и роскошный экипаж ветром понесся по московским улицам. Впереди и позади него следовали верхами, разодетые в шелка и бархат дворяне из царской свиты. С громким гиканьем и криками они разгоняли плетками зевак, оказавшихся на пути следования царского кортежа. Во времена правления Алексея Романова Стольный Град рос и богател. Приобретая все новые торговые связи во всех концах света. Огромная страна, чуть более полувека назад преодолевшая страшную смуту, хорошела прямо на глазах на зависть, окружавших ее «доброжелателей» всех мастей из дальних и сопредельных государств. «А лавок-то все более!» – с гордостью заметил царь, крутя на пальцы дорогой перстень. «Слышь, Федор Михайлович, народец-то все богатеет и богатеет!» «Не народец, а купцы толстосумы!» – возразил боярин, качая головой. «Купил подешевле, продал подороже, вот и вся недолга. Ради барыша родную мать продадут». Хотя со времен Иоанна Грозного российский орел на государственном гербе имел две головы, смотреть ему в равной мере на восток и запад было все же несподручно. В головах боярских по этому поводу царили полные разброты шатаня. «Пора нам на европейские привычки перенимать», – говорили одни. «Заглянешь в немецкую слободу, и диву даешься! Живут там одни торговцы да лавочники нации немецкой и голландской, однако у них не в пример чище и краше, чем в иных княжеских вотчинах. Однако это было только одно из мнений, витавших в верхах древней столицы. «Мы – наследники Великой Византии», – говорили другие бояре, почесуя давно немытые бороды. «Не гоже нам жить по обычаям нечестивых иноземцев, лиц собреющих да табак дьявольский курящих. Не нужны нам их обычаи бесстыжие и нравы окаянные. Будущее российское следует искать не в западных пределах, а встреч солнцу, где земель без края и богатств не счесть». Не поддерживая пока ни одну из сторон, Алексей Михайлович колебался в своем монаршем выборе. Он не раз беседовал по этому поводу со своим постельничем, чрезвычайно интересуясь мнением ртищего по поводу дальнейшего пути московского государства. «Хорошие новости с дальних границ», – поспешил заложить ему молодой придворный, «сказывают казачий атаман Ерофей Хабаров, со своей ватагой дошел до Великой реки, что Амуром кличет. Края там обильны пушениной и лесом. Основался и казак на месте языческого поселения Острог, назвав его Албазина». Внимательно слушавший его государь некоторое время не проронил ни слова, смотря в окно колымаги на проносившиеся мимо золотые купола многочисленных церквей. «Двигаться державе нашей на восток», – как бы проводя для себя невидимую черту, вдруг сказал тишайший, «там наше будущее сердцем чую. Нам ли заимствовать у немцев или ляхов? Обычай их поганое, да платье короткое. У русских свой, богоизбранный путь, по нему и будем идти, никуда не сворачивая». Вскоре экипаж остановился перед белокаменными палатами, в которых располагался московский денежный двор. У входа царственного гостя встретил дьяк Андрей Котов, голова святого святых русского монетного дела. «Милости просим, Алексей Михайлович», – сказал он, согнувшись в поклоне. «Все, покажем, как оно есть, не сумлювайся. Уже увидишь собственным оком, как ефимки на рубли и полтины перебиваем». С улыбкой смотря на хитрого дьяка, государь дал ему тому знак «встать с колен». «Хватит пыль да грязь собирать», – сказал тишайший, подмигивая Котову. «Лучше поскорей покажи-ка нам, как твоими мастерами дело делается». Быстро вскочив на ноги, дьяк засеменел впереди гостей, широко распахивая одни двери за другими. Через некоторое время они оказались в помещении, напоминавшем огромную кузню. На глазах Алексея Михайловича и его постельничьего один из подмастерьев положил перед минцмейстером большой серебряный Иохим Сталлер, пользуясь специальным приспособлением, тот арифметически точно разрубил его на четыре части. Затем на них специальным штемпелем было выбито изображение всадника, а на оборотной стороне надпись «Божию милостью, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великие и малые России». А в чем фокус заключается, государь? – немедленно поинтересовался Ртищев с интересом, оглядываясь вокруг. Чем для державы битье это полезно? «Вот он тебе лучше ответит», – хитро улыбнулся Тишащий, кивнув головой в сторону Котова. «Этот прохиндей лучше нашего понимает, в чем эта самая польза заключается». Прекрасно слыша их разговор, Дьяк немедленно достал из кармана своего шитого на европейский манер камзола две монеты. Это был российский рубль царя Михаила, отца нынешнего монарха, и отчеканенный в селезе талер. «Взвесь-ка их, Федор Михайлович!» – протянул он их постельничему. «Чуешь разницу?» Взяв в разные руки оба серебряных кружка, Ртищев явственно почувствовал, что российский рубль не в пример тяжелее и массивнее. «Во как!» – глубокомысленно заметил Котов, забирая деньги. «За старый рубль, лют простой, сто копеек серебряных дает. А наш новый Ефимок с надчеканом весит всего семьдесят копеек. Так и полуполтина новая для державы много денег бережет». Взяв с гор на еще теплую четвертушку, Алексей Михайлович с удовольствием погладил пальцем четкий стемпель. «А мастер-то у тебя молодец!» – сказал он голове двора, бросая монетку в карман. «Чьих кровей будет? Али иноземец какой!» «Русский я, государь!» – улыбнулся Романову минсмейстер, показывая белоснежные зубы. «Из Рязани я родом, и меня Серафимом кличут. Сын я стрелецкого десятника Трифона Негожева, а монетное дело под мастерием в столице у немца Фридриха Кокгазана изучал. И что он, секретами своими с тобой делился?» «Ни в коем разе, государь!» «Одначе у меня у самого голова на плечах, а не качам капусты, все его хитрости до тонкости я в скорости распознал и запомнил, и учиться у него мне стало нечему. Вот тогда я и пошел на денежный двор, благо, что жалование мне вдвое меньше, чем немчуре положено». Похлопав минсмейстера по плечу, Тишайший неспеша направился к выходу. «Жалую Серафиму десять целковых», сказал он, обернувшись на полпути. «Поболе б таких на Руси, матушки, и не знали бы мы ни горя, ни убогости нынешней». Это отрывок из начала книги «Амурский плацдарм» «Ерофея Хабарова», автор Михаил Старчиков. О самом Ерофее Хабарове и о его подвигах далее в книге, которую вы прочитаете сами, если захотите. «Россия купила Прибалтику и Карелию за два миллиона ефимков» в скобках «иохимсталеров». Российская империя в свое время представляла собой огромную территорию, которая по площади превышала 22 миллиона квадратных метров. Это гораздо больше площади СССР. Некоторые земли империя получила благодаря грамотным военным стратегиям. Хотя есть территории, которые были попросту куплены. Речь идет о нештатском мирном договоре, который завершил Северную войну между Россией и Швецией. Согласно ему, участок Карелии, Эстляндии, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру Первому за два миллиона ефимков серебряных монет. Это почти 56 тонн серебра. Эстляндия – северная часть Эстонии. Ингерманландия – Ижорская земля. Располагается по берегам Невы, ограничивается Финским заливом, рекой Нарва и Чудским озером на западе, Ладожским озером с прилегающим к нему равнинами и рекой Лава на востоке. Лифляндия – часть земель современной Латвии и Эстонии. Все эти территории в то время принадлежали шведам, которые таким способом неплохо пополнили свою казну. Россия стала законным обладателем прибалтийских земель. Административная система этих прибалтийских территорий была развита очень слабо. После вхождения в Россию эти губернии начали стремительно развиваться. Источник – Россия купила Прибалтику и Карелию за 2 миллиона ефимгов. На этом всего-всего хорошего. Читайте книги. Из них можно узнать много интересного. Канал Веб-Рассказ Юрий Шатохин, Новосибирск. Все ссылки, как обычно, отдам в описании под этим видео. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова